Доброго времени суток! Решил по просьбам многочисленных друзей сделать анализ политической ситуации в России сквозь призму еврейских и не только идей. Итак, у нас за неделю произошло два очень-очень ярких и мощных события. Первое – это смерть Навального, и второе сегодняшнее – это приход на эту роль его жены Юлии. Это все суперпозитивно и, я бы сказал, гениально с позиции главного режиссера Всевышнего. Смотрите, попробуем немножко простить ситуацию. В любой системе есть три лагеря. Лагерь власти, лагерь антивласти и лагерь антилагерь, который вообще с властью не хочет иметь никаких отношений и занимается чисто своим. Третий лагерь, ему как бы не важно, Путин, Навальный, как бы им там главное, чтобы им дали возможность заниматься своим делом. А вот второй лагерь антивласти – это интересная позиция, то есть нужно понять, что люди должны себя с чем-то идентифицировать. Вот поэтому, если им хочется играть в политику, то они, если им не нравится Путин, им нужно принадлежать к лагерю антипутина. Вот, и фактически до того Навальный этот лагерь как бы олицетворял. То есть с позиции полевой лагерю должна принадлежать какая-то фигура, его символизирующая. И Навальный был такой фигурой, и поэтому, когда он умер, это очень, так сказать, сундув систему, ввело в уныние и в ощущение, так сказать, полной потери ориентировки. Теперь, что важно, что фигура объединяющая, она совершенно не обязана быть инициативной. Вот, например, условный Байден какой-нибудь в Америке, он там, ну, как бы его главная роль, что он, типа, лишь бы не Трамп, то есть он там, конечно, что-то делает, но все понимают, что старенький дедушка, который там, скорее всего, ему придумывают какие-то вещи, то есть он просто фигура, которая во главе. Так вот, Навальный в мужском обличье был очень явный креатор, то есть он сам создавал какие-то идеи, то есть он был именно таким вот проактивным. Жена его в тени была, и сейчас ее фигура это именно интегративная фигура, то есть она должна олицетворять движение, и поэтому, когда движение олицетворяет женщина, это очень сильный ход, как Тихановская даже в Беларуси, но там Беларусь поплоще, вот, но в целом, действительно, в отсутствии Навального там все остальные, там, Ходорковские и прочие товарищи, они совершенно не рвутся наверх, их никто там туда и не примет, потому что у каждого свои какие-то антиэлементы, там, антирейтинги и прочее, поэтому каждого из них там будет какой-то компромат и прочее. А Юля человек абсолютно с нулевым, как бы, антирейтингом, вот, с знаковой фамилией, и поэтому она своей фигурой, как говорится, легко объединит всю эту антипутинскую систему под одно, под одну, под один лагерь. И поэтому такая фигура, это просто бесценный ход, и, в общем-то, слава богу, там, потому что Путин там, Джин избавился, то есть, как бы, он сам по себе был, а Навальный, как бы, у него в резерве была фигура Юли, которая вышла из тени, и теперь она сказала, я готова брать, и, на самом деле, ей, в общем-то, ничего не нужно, кроме того, как фигурировать, и какие-то идеи ей могут придумывать кто-то, она только будет решать, или оно ей надо, и, может быть, такой теневой, как бы, кабинет, который будет от ее имени что-то там вывешивать. Вот, поэтому фигура Юли, это просто гениально, то есть, Россия получила, так сказать, интегрирующую фигуру, которая со знакомой фамилией Навальный, с женским, по-статью, очень приятная, симпатичная, умная, образованная и так далее. Вот, так что, как с человеческим лицом, оппозиция будет иметь гораздо более презентабельный вид, и не такой больной, как бедный Навальный, который был отравленный, там, замученный и так далее. Далее, немножко еврейских приколов. В месяцах Адар у нас два, как бы, момента. Седьмой Адар – это уход Машера Бейну, Моисея, и пятнадцатый Адар – это Пурим, приход женского начала в лице Эстер. Вот оба они проявились, то есть, буквально седьмого Адара, именно в день смерти Машера Бейну, умирает Навальный. Я там писал крошечный текст, который собираюсь развить, о том, что Навальный действительно такой, как бы, прото-Моисей, который там, так сказать, был оппонент фараона, вот, и Навальный такой оппонент фараона в лице Путина. Сравнивать нужно аккуратно, потому что, ну, Моисей там, как бы, ему Бог все диктовал, поэтому он там был, он все четко знал, что делать, и довел до конца, потому что это был божественный сценарий, а Моше был, как бы, только его, ну, реализатор. Навальный был сам-сам в поле войн, поэтому он сам придумал, что делать, ну, как бы, там все это очень по-другому, поэтому не нужно там полностью сравнивать эти фигуры, но, тем не менее, то, что они ушли в один день, означает, что, ну, как бы, действительно в России там, как бы, был такой персонаж. И второй интересный момент, у нас есть мессианская, машехальная тема в иудаизме, в каббалистическом, и там в одном из вариантов есть фигура промежуточного мессии, машех Бен Ессеф, который там в разных версиях по-разному воспринимается, но по одной версии он там умирает по дороге. Вот, то есть он, как бы, там, что-то там полдороги прошел, умер и приходил в следующий. И то, что Навальный умер, это вполне, как бы, в жанрах машех Бен Ессеф, то есть промежуточного машеха, при том, что, опять же, Навальный и машех, это тема не обязательно линейная, но с некими нюансами. Но теперь, что забавно, да, что следующий сюжет, следующая остановка в ювейском календаре, это Пурим, это подъем Эстер как фигуры, которая, что забавно, да, что Эстер, она, как бы, была вроде no name, то есть буквально Эстер означает «скрытая». Вот при этом, будучи, как бы, царицей, она объединила еврейский народ, как бы Мордехай был такой, как бы, хороший, умный, интеллигентный, а Эстер была, вот, именно лидером, как бы, знаменем, который был во главе. Вот, поэтому фигура Эстер, как появившаяся в Пурим, да, это как раз вот наша Юля Навальная, она такая, ну, как бы, типа Эстер. Опять же, нужно разделять, что совпадает, что нет, но, ну, как бы, Месяц Адар в этом году очень урожайный, то есть Бог действительно становится все более видимый в сюжетах, если их уметь правильно сравнивать. Далее. Итак, Юля с нами, в смысле, ну, с теми, кому это важно. Вот, теперь важная вещь сказана, например, что в комментариях к истории про Эстер сказано, что Эстер почему-то так себя вела, что нравилась всем, то есть все провинции, все, кто там, значит, говорили, Эстер типа наша царица. Вот, в данном случае Юля будет действительно нравиться всем, всем позициям, потому что она знаковая, она жена Навального, вот, и она при этом ничего такого не делает, чтобы конкретизировать себя, чтобы этим разделять что-то, потому что оппозиция всегда очень имеет разные мнения по развитию, и поэтому она этим раскалывается, а Юля будет просто, так сказать, как бы красиво улыбаться, говорить, так сказать, мы молодцы, и все будут говорить, да, вот это наш замечательный лидер. Поэтому, так же, как Эстер все любили, так и Юлю будут любить все, по крайней мере, ну, Эстер любили, ну, да, в общем, короче говоря, поэтому, пуща Юлю все любят, на здоровье, так сказать, она этого достойна, и Всевышний, как бы ее правильно, красиво выложил в эфир, большую программу. Вот, так что, это все очень симпатично, и, опять же, смотря с позиции еврейской, это очень-очень-очень функционально и интересно. Я сокращаю дискурс, потому что я не хочу делать длинный, чтобы оставить что-то еще на потом, но в целом это очень хорошо все, потому что, действительно, как бы бороться с Путиным в данном случае бесполезно на уровне действий, потому что он, как бы, президент большинства, которое в России, ну, как бы, всегда отличалось не умом и не сообразительностью, а, ну, как бы, массовым. Понятно. Вот, ну, как бы, есть фраза быть в голове, а не в хвосте, то есть голова, это все-таки что-то более яркое, чем массовка. Поэтому Путин, это царь хвоста, а, как бы, царица головы Юлия Навальная, она, как бы, вполне нас устраивает, как часть большой картины мира. Так что, вот так вот, друзья мои, будем продолжать смотреть и искать в ситуациях интересные моменты, пишите вопросы, темы, заявки будем вместе думать и находить. Просто самое главное, кстати, вот здесь нужно вложиться, самое главное, что когда мы проводим параллели, нужно разделять, что нам ценно, а что нет, потому что образы, там, в Торе, они специально, в них есть очень многое, чтобы выбрать то, что нас сейчас касается, потому что там можно, если все подряд склеивать, то оно не будет склеиваться, потому что, ну, как бы, это не копирка, под которую все ложится. Но, ну, тот набор деталей, которые есть в сюжете Торы, он, если его знать и уметь разделять, разделять и властвовать, что называется, да, то есть, то можно, как бы, повесить на современных персонажей нужные роли. Я, например, так сказать, выполняю роль где-то Рока Илья, у которой, так сказать, сказано, что озвучивает какие-то сценарии Бога, и не знаю, что я все понимаю, но те моменты, которые я понимаю, я с удовольствием ими делюсь, и эту роль, так сказать, частично, но выполняю для того, чтобы она нас информировала. Спасибо всем, до новых встреч!